Всем привет, с вами Информ ТВ. Потеря мужа разделила жизнь Ирины Скобцевой на до и после. Вскоре актриса успокоилась и, казалось, нашла свое счастье в детях и внуках. Но тут в дом постучалась новая беда – не стала любимой дочери. Но актриса смогла справиться и с этой страшной потерей. Сегодня, 22 августа, она отмечает свой 94-й день рождения. Мало кто знает, но Скобцева в юности собиралась стать искусствоведом. Она даже поступила в МГУ на этот факультет. Но участие в университетской самодеятельности изменило ее судьбу. Вскоре она поступает в Амхат. Ее дебютная роль Дездемоны не заставила себя ждать. К тому же она принесла ей не только популярность, но и любовь. Именно на съемках «Отелла» девушка близко знакомится с Сергеем Бондарчуком. Между ними вспыхнули настоящие чувства. До этого актриса уже была замужем за журналистом Алексеем Аджубеем. Но этот студенческий брак закончился еще до встречи с Бондарчуком. Так что Ирина была свободна. Чего не скажешь о Сергее. Отношения любовников длились 4 года. В конце концов, этот любовный треугольник разрушила Инна Макарова. Она подала на развод. Но это все изрядно подпортило жизнь и Ирине, и Сергею. Актрису тут же окрестили разлучницей. От нее отвернулись все друзья. Артисту запретили выезд за границу. Партия резко осудила его поступок. Но время шло. Через 3 года после свадьбы у пары родилась дочь Елена, которую часто называли Аленой. А еще через 5 лет сын Федор. Благодаря жене Бондарчук решил попробовать силы в режиссуре. И это принесло ему мировую славу. Судьба человека, Шолохова, потом «Война и мир», которую номинировали на Оскар. Вскоре итальянцы предложили ему снять фильм «Ватерлоу». Когда режиссеру пришла в голову мысль экранизировать «Тихий дон», за инвестициями он обратился все к тем же итальянцам. Но все пошло не так, как хотелось. К концу съемок деньги исчерпали себя. И это сильно подкосило здоровье режиссера. В итоге в 1994 году он скончался из-за инфаркта миокарда. Спустя годы сын режиссера Федор все-таки смонтировал фильм и показал его поклонникам. В те годы утешением для Ирины была дочь. Алена всегда находилась рядом и стала настоящим плечом поддержки. Казалось, жизнь налаживается. Актриса вернулась на экраны, стала сниматься в сериалах и играла в театре. Дочь актриса и сын режиссер радовали огромными успехами. Беда постучалась в дом в 2009 году. В 47 лет из-за онкологии ушла из жизни Алена. На судьбу Ирины Константиновны выпало немало горя, но она преодолела все испытания. Сейчас она даже продолжает работать и ведет активный образ жизни. Особенно она гордится своими внуками Константином Крюковым и Сергеем Бондарчуком-младшим. Они оба стали актерами. Если вы помните эту талантливую актрису, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!